В своем развитии раковое заболевание проходит три стадии. Есть у меня такой помощник чудесный, и позиционный терапевт, что это разнообразное положение ребенка. Сегодня на второй части вебинара мы будем разбирать с вами такой метод, как капиллярный массаж по методу Тауга. Обычно ларингит может начинать с неспецифических симптомов, которые связаны с острией. Наверняка вы знаете, что нужно привлечить не только проблему миногеморрой, но и душу пациента. В народе раньше говорили эрозия шеи и матки, и любая женщина, которая слышит эту фразу, всегда говорит «да, у меня эрозия». Когда речь заходит об интимной гигиене, у женщин возникает много лифов и заблуждений. Сегодня у нас, я считаю, одна из интересных тем по врожденным порокам. Тем более, что начнем мы именно с истории. Это, я считаю, то, что ни в коем случае нельзя забывать. Плюс ко всему, именно в 60-70-е годы у нас зародилась хирургия кисти. Итак, давайте начнем на фотографии, которую внизу вы видите, так называемого Отто Амброс. Предыстория к этой фотографии. Где-то в 51-м году открылась фармацевтическая компания под названием Хеми Груненталь, где основал ее владелец Герман Вирц. И это все немецкие ученые, включая Отто Амброса, который внизу. Это фармаколог клинический, который стал главным, кто проводит испытания на разных препаратах. И, соответственно, когда хотели внедрить новый антибиотик, у них получился немножко другой препарат под названием Теледомид. И мы сейчас с вами, кто понял, будем говорить про Теледомидную катастрофу. Потому что с нее, по факту, и началось зарождение, как я сказала, хирургии кисти. Так вот, когда мы говорим про Теледомидную катастрофу, что же было дальше? Вроде бы, ну, изобрели антибиотик. Точнее, даже не антибиотик, а вот этот Теледомид. Что же случилось? Теледомид обладал прекрасным успокаивающим эффектом. Снимал бессонницу, убирал головные боли. И тем самым получил широкое распространение в Германии. И когда этот препарат стал настолько эффективен, через какое-то время его стали предлагать беременным женщинам. Сказали, что провели клинические испытания на крысах. И они не показали никакого действия, которое мог бы повредить ладу. Но, тем не менее, проходит время. И это, получается, в 1958 году выяснили, что Теледомид хорошо борется и с токсикозом у беременных. И поэтому стали разрешать его беременным женщинам. И стали уже в том году выпускать в 46 странах данный препарат. И вот вы видите прекрасного врача-педиатра Ведукин Ленс на первой фотографии. И акушер Вильям Майк Брайт рядом с ним. Потому что именно они, уже начиная с 1958 года, стали понимать, что что-то происходит в стране. Потому что дети с пороками разбития стали рождаться, рождаться. То есть не так, что одна женщина в какой-то большой период времени, а за последние 4 года, когда стал появляться этот препарат, женщины практически все стали рождать детей с пороками развития. Какими именно? Это пороки развития верхней конечности, пороки развития нижних конечностей. Это отсутствие ушных раковин. Или просто преждевременные выкидыши. Итак, гинеколог, акушер-гинеколог стал замечать, что что-то происходит. И именно этот педиатр, которые стали разбираться в данной тематике. Что же случилось дальше? Вот эту картинку я бы точно хотела, чтобы вы запомнили. Это Фрэнсис Кенсли, известный фармаколог в США. И именно эта женщина, которая проводила тоже клинические испытания на разных препаратах. Но, как я уже сказала ранее, в 46 странах до этого разрешили талидонит. А Фрэнсис Кенсли не разрешила его в США. Ей показалось странным, что было мало клинических испытаний препарата. Раз. А второе, это то, что испытания проводили только на крысах. Она не увидела, проводили ли на беременных женщинах данное исследование. И, соответственно, она наотрез отказалась выпускать его в США. Она была главным фармакологом, повторюсь. И представьте, талидонит в 46 странах есть, в США его нет. На нее было невероятно сильное давление. То есть на протяжении более даже двух лет ей угрожали, ее семье угрожали, чтобы выпустить этот препарат. И она находилась, ну, можно сказать, в определенном страхе из-за своей жизни, из-за своей семьи. Но человек был вообще верен себе и верен профессии. И она наотрез все равно отказывалась от каких-либо предложений, которые ей совершали. И, тем не менее, как мы сейчас уже знаем, благодаря именно этой женщине в США не было детей с пороками развития. То есть в Германии практически вот эти года они все на пороках развития. Поэтому неудивительно, что главный центр хирургии кисти находится в Германии, потому что, собственно, там все это и происходило. А в США они просто избежали этой катастрофы, поэтому там и нет таких деток. Так вот, дальше давайте тоже картинку и посмотрим на картину, где изображена беременная женщина Элисон Лапер от скульптора Марка Куина. Он ее изобразил в память об этой катастрофе, что рождались такие дети. Очень многие же, где-то более 12 тысяч детей, они же просто погибали. А оставалось только ограниченное число детей, и то они даже многие умирали в младенчестве. И у нас в этот период времени оставались люди без рук, без ног, как на картинке. То есть там измененные нижние конечности, верхних конечностей нет. И также люди без ушных рак, и так далее. Элисон Лапер, кстати, это беременная самохудожница. Я даже не представляла когда-либо, но она научилась рисовать ногами. У нее там два пальца, и она рисовала разные картины. И, кстати, родила совершенно здорового сына. Поэтому я считаю, что о таких людях действительно стоит помнить. Посмотрите еще раз на этого человека, и можно будет уже сказать, что через время именно врач-педиатр, который вы тоже видели на картинках, врач-педиатр и акушер, они стали больше давать информации и стали смотреть, что же происходит, и тоже вышли как на таледомит. Амброс это все отрицал, но тем не менее, именно на него легло, что он был ответственным человеком за выпуск таледомида. И сам, кстати, от Амброс пострадал, потому что он давал таледомит своей беременной женщине. И у него родился ребенок с пороками развития. То есть именно с отсутствием ушных раковин, с отсутствием рук. Но даже он не понял, что произошло. И еще один из интересных таких фактов, это был нацист по факту, который совершал во Второй мировой войне разные клинические испытания на людях. То есть он до того, как устроился в компанию хемик Грюненталь, он отсидел 8 лет. И тем не менее, он туда устроился и стал совершать дальше различные действия. Но тогда все думали, что все будет в порядке. Но получилось, как получилось. До конца мы не можем сказать, что это было именно его действие, или это было действие компаний немецких ученых, которые совершили дарму. Но пострадало очень много людей. Поэтому таледомидная катастрофа оставила определенный след. Ну и, как я уже сказала, зародила такое направление, как хирургия кисти. И давайте мы теперь плавно перейдем к порокам, которые есть, чтобы долго не оставаться на истории. Хотя, на самом деле, если вы дополнительно почитаете, вы можете очень много найти для себя интересного. Каких-то именно фактов. Кто что делал, кто что исследовал. Какой там дополнительно известный педиатр вот этот был. Какие книги он выпускал. То есть у них трудов, на самом деле, много. Так вот, на вебинаре, такой части вебинара, я рассказывала о том, что я вам расскажу, что существуют спонтанные пороки и наследуемые пороки. Так вот, чтобы не быть голослов, на самом деле, генетических или наследуемых порокам, чтобы вы могли запомнить, всего два. Это врожденное расщепление кисти, которое видите на картинке, или по-другому, эктродоктилия. И здесь я приложила фотографию, как сразу это меняет. Это делает мой коллега, с которым я работаю, кистевой хирург Заварухин Владимир Иванович. Мы с ним работаем как раз-таки в паре кистевой хирург-кистевой терапевт. И тут уже сразу можно увидеть то, что на самом деле некоторые вещи можно менять. Такие даже, как врожденное расщепление кисти. И второе, что есть по наследуемым порокам, это синполидоктилия. То есть, по-другому много пальцев. Остальные пороки, они появляются спонтанно. Ну, то есть, то, что я вам опять-таки говорила, что абсолютно любая женщина может столкнуться с тем, что у нее может родиться ребенок с врожденными измененными конечностями. Когда это происходит? И почему это происходит? Ну, если у кого-то уже есть дети, первый момент. Кто-то ждет ребенка, и он делает разные тесты на беременность, проверяет и так далее, когда там наступят долгожданные две полосочки. А кто-то, у кого особенно цикл нерегулярный, он может даже не предполагать, что беременная она. Вот. И получается, что с четвертой по восьмую неделю, когда закладывается именно верхняя конечность, могут произойти различные факторы внешние. Это могут быть, ну, помимо облучения, да, это прием лекарственных препаратов, это инфекционное заболевание, допустим, не знаю, ангиной заболело или еще чем-то, и стало лечить дополнительно препаратами в этот период времени. Это все может повлиять. Допустим, есть доказанная история о том, что если был прием препарата аспирин или кетанола, как нестероидных противовоспалительных средств, на шестой-восьмой неделе, то это может вызвать синдоктилию. Синдоктилия – это сросшиеся пальцы. Там дальше будет на фотографиях. Сейчас пока это опустим. Я к тому, что именно в этот период времени, когда закладываются все органы и системы, как правило, могут произойти ошибки. После 12 недели не формируются пороки. Вся закладка идет у нас до 12 недели. Соответственно, просто именно формирование руки, оно у нас идет именно с четвертой по восьмой недели. Поэтому дополнительные синдромы, которые также могут возникнуть с рукой, они тоже есть. Но я думаю, что мы сегодня на вебинаре, поскольку я все равно хотела, чтобы больше пациентов послушали такой доклад, я не стала сюда включать классификацию пороков. Как я уже сказала, что она довольно-таки большая, на листы А4. Я думаю, что это разумнее разбираться в этом специалистам. Я лишь могу сказать, что безусловно, эта классификация вся подразделяется. И, соответственно, когда какой-либо ребенок рождается с определенным пороком, мы сразу можем его соотнести по определенной классификации и понимать тактику лечения. Дальше я буду показывать, на самом деле, такие, на мой взгляд, самые часто встречаемые пороки, которые есть. Что могу сказать по поводу пока наследуемых пороков? Или это ненаследуемый порок, если что. Сейчас это про... будем говорить про лучевую недостаточность. Вернусь к генетическим порокам. Есть метод, который может предотвратить порок, который наследуется, 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 такие, как, допустим, симполидоктилия. Потому что это доминантный ген. И, соответственно, если мы говорим про четырех детей, то у троих точно будет этот порок. Сейчас используются методы ЭКО, где выбирается эмбрион, у которого нет данного порока. Ну и, соответственно, он рождается. Тем самым, благодаря такому методу, мы можем прекратить цепочку, передавать порок, порок, порок по нашему родовому дереву. И у нас все, линия прервется от передавания порока. Единственное, этим занимаются именно генетики, репродуктологи. У них очень много разных техник. И несмотря на то, что вся генетика все равно до сих пор изучается, один из методов такой есть. Я не говорю, что он недорогостоящий. Да, скорее всего, он стоит определенных денег. Но я считаю, что если человек задается вопросом прервать этот порок, то это более актуально, чем его дороговизна. Так вот, вернемся к самым частым встречающимся порокам. На фотографии лучевая недостаточность. По-другому, лучевая недостаточность это врожденная косорукость, где у нас идет измененная лучевая кость, то есть частичное ее наличие или ее отсутствие. Там пять подтипов, если мы, опять же, обращаемся к классификации. И, как правило, у нас отсутствие первого луча, то есть отсутствие первого пальца. Как вы видите, на фотографии четыре пальчика. И потом проводятся разные операции. Допустим, такая операция, как полицизация, когда указательный палец, как правило, пересаживают на место первого пальца для того, чтобы формировать хват у ребенка. Дальше у нас по фотографиям синдоктилья, то, о чем я вам говорила, сросшиеся пальцы. И как раз-таки доказано про аспирин и кетанов, что на шестой-восьмой неделе могут, это не значит, что точно, ни в коем случае не пугаю, но может привести к синдоктиле. Как правило, это третий-четвертый пальцы. Такая частая история. И тоже синдоктиле подразделяется, потому что есть и простые, и сложные формы. По-моему, на фотографии сложная форма, потому что здесь еще, помимо срастания пальцев, если вы обратите внимание, ногтевые пластины тоже сращены. Соответственно, это немножко другая хирургическая техника у таких пациентов. Дальше. Это полидоктиле. Как правило, полидоктиле, то есть много пальцев. У нас дополнительные пальцы присутствуют от первого луча, от радиальной стороны. Как видите, здесь как раз от первого луча второй большой палец. Ну, условно второй большой палец. На самом деле, если мы опять же разберемся, то просто, когда формировался большой палец, его задатки разошлись на две стороны. По факту это один палец. Просто материал на двух. И также полидоктиле часто бывает именно со стороны ульнарной, то есть со стороны мизинца. Дальше. Брахидоктиле. Это такие укороченные пальцы, как правило, где нет и суставов. То есть вот такие короткие пальчики, если я вот так вот их согну. Это не значит, кстати, что люди не могут что-то не выполнять. Как вы видите, художница без рук рисует. Вот у меня в моей практике была девушка-стоматолог с брахидоктилеем. Она просто дополнительно делала себе силиконовые протезы на пальцы, ну, чтобы эстетически не было заметно. Но при этом руки у нее также функционировали. Последнее, что я покажу, но, кстати, тут плохо видно. Я просто привела метод... А, можно повыше тогда, чтобы, если нас смотрят, посмотрели такой интересный гайдлайн. Гайдлайн 2022 года. Я была на самом деле в шоке, когда его увидела. Я говорила со своим коллег-музистом, который занимается, ну, просто осматривает женщин в разные периоды беременности, в разные триместры. Так вот, оказывается, теперь с 2022 года в рекомендуемых статьях нет того, чтобы гузист смотрел кисти у маленьких деток внутри вас. То есть он посмотрит наличие ног, наличие костей предплечья, а на кисть может не обратить внимания. И я считаю, что стоит об этом говорить. И если у нас, среди нас, здесь есть именно пациенты, коллеги, распространите информацию просто о том, что если у вас где-то есть знакомая, временная женщина, пусть, прям важно, она попросит узиста смотреть руку. Да, на УЗИ тоже считают пальцы у эмбриона. Это все видно. Видно разные измененные конечности. Это первый триместр, как правило, первый триместр это 12 недель. Там уже будет просто видно, будут ли измененные руки или нет. Но здесь тоже такой важный момент. То есть мы обсудили такие самые, я просто посчитала, самые часто встречаемые пороки. Естественно, если мы в целом говорим про пороки, их, ну правда, множество, и синдромов множество. У них есть характерные черты, которые мы можем увидеть. Просто это то, что вот точно можно увидеть полидоктилии, часто встречающиеся, дополнительные пальцы на ножках, то есть это как полидоктилии и так далее. Но при этом, даже если на УЗИ обнаруживают детей с пороком, ну первое, надо информировать все-таки маму об этом, потому что психологически в два раза труднее женщинам, когда они рождают детей и они не знают, что у них такой сюрприз. И как правило, люди, ну без медообразования, они просто понимают, что да, родился ребенок, а что с ним дальше делать, непонятно. Куда обращаться, непонятно. Очень много тревоги, больно ли ребенку, не больно, мало ли что-то еще произошло. Ну просто это очень уязвимое состояние. Уязвимое настолько, что не хочется такой важный период жизни и важный этап жизни у молодой семьи, ну вообще у семей, который будет омрачен тем, что раз родился ребенок с пороком и только куча вопросов вместо радости, что делать. Так вот, на УЗИ первый триместр это 12 у нас недель, можно будет уже увидеть измененные руки. Что трудно увидеть на УЗИ, я поговорила с УЗИстом на этот счет, брахидоктилю, то есть укороченные пальцы. Почему? Потому что вроде как бы и пять пальцев, и там даже, даже есть, кстати, на самом деле, книга у УЗИстов, где есть четкое измерение этих пальцев, насколько они прибавляются в сантиметрах, там, миллиметрах каждый месяц. Ну, то есть у них есть, то есть эти все данные. Единственный момент, что люди, которые не видели пороки, они могут это и пропустить. Ну, также стоит предупредить о том, что есть сверхэмоциональные УЗИсты, которые говорят о том, что, ой, ребенок с пороком, все здесь плохо, сто процентов, там, надо дополнительно делать аборт и так далее. Это, как правило, когда мы говорим, кстати, про полидоктилию или синдоктилию. То есть, на самом деле, самый такой условно-условно легкий порок, который, ну, проводится операция, пальцы разъединяются и все пять пальцев есть. Но при этом на женщину, естественно, могут надавить, что ребенок родится с дополнительными пороками, зачем вам это надо, и кто-то делает именно аборт, а кто-то сохраняет ребенка и говорит, что все будет в порядке. И, как правило, все действительно хорошо. Поэтому тоже об этом стоит знать. Именно знать, потому что предотвратить какие-то вещи довольно-таки сложно. И сложно все предусмотреть в таком состоянии, именно уязвимом, таком, как беременность. Что еще хочется сказать? Если уже мы видим малыша с пороком, который вот родился, у него есть дополнительные изменения, то первое, что важно, что в первый месяц прям вот сразу что-то делать не нужно. То есть, я им, по-моему, не скинула фотографию. Есть такой пример, как палец, палец на ножке. Что я имею в виду? Я просто дополнительно его вот так покажу. От большого пальца отходит такая ниточка, где болтается еще один пальчик. Часто в роддомах делают следующую вещь. А, ну что здесь такого? Мы просто сейчас ниточкой перевяжем вот этот вот пальчик, и все будет хорошо. Он просто отпадет, ну, как пупочный остаток, да? Просто отпадет. Но рожденные пороки развития, они на то и пороки, или по-другому аномалии, что в данной ситуации у этой маленькой ниточки может проходить нерв. Вообще, откуда он там взялся, но он есть. Такое бывает. И, допустим, ребенку удаляют на первом месяце сразу же эту веревочку, просто обрубив, условно говоря. А ребенок потом не может ни до чего прикасаться. Почему? Потому что нерв-то был поврежден, и, соответственно, зона, где она иннервировалась, она повреждена. И любое прикосновение у ребенка вызывает боль. Это как пример, что поэтому торопиться что-то делать не нужно. Вы можете в первый месяц узнавать информацию. Информацию, куда лучше пойти, что лучше делать с ребенком. Вообще почитать по врожденным порокам, потому что, естественно, не каждый человек с этим сталкивается, даже не каждый специалист. И когда появляется ребенок, появляется и много вопросов. Поэтому изначально мы изучаем эту тему, и только потом решаем, кому идти. Как правило, если мы говорим про лечение пороков, то все делается в основном, начиная с первого года жизни. То есть не на втором, третьем месяце жизни никто ребенка не оперирует. Ребенок пока набирает массу тела. Тем более надо выявить, нет ли дополнительных пороков развития. То есть нет ли изменения, допустим, как есть такой синдром Холта-Арама, синдром рука-сердца. Нет ли изменения в сердце. То есть нет ли других каких-то приобретенных синдромов. То есть выявляется это сначала. Ребенок спокойно развивается, набирает массу. И только потом, уже когда он в году набрал определенную массу, можно уже его оперировать. И, ну, естественно, есть определенные техники. Поэтому мои рекомендации родителям звучали бы так. Родился ребенок, узнаем информацию, читаем по порокам, находим для себя кистевого хирурга. Есть общество кистевых хирургов. Прямо если вы вобьете в поисковую строку общество кистевых хирургов, вы выйдете на определенный сайт, где есть список хирургов, профильных людей, которые занимаются данной темой. То есть не так, что вы попадете просто к травматологу-ортопеду. Здесь все-таки дополнительная нужна специализация. Потому что, когда мы говорим про пороки, это и травматология-ортопедия, и ветка, и кистевая хирургия, и эстетика. То есть это как пластическая хирургия. Это все объединяется. Поэтому это и специальные люди, которые занимаются данной темой. Вы находите себе определенного кистевого хирурга. Вы можете сходить к ним на консультацию. Я не буду кого-то одного рекомендовать. Я считаю, что это вообще абсолютно неправильно, потому что все мы разные. Когда вы пообщаетесь с хирургом, вы сами почувствуете, ваш этот человек или не ваш. Я могу только сказать, что если вы интуитивно чувствуете что-то не то, значит, вам не показалось. Что-то не то. Значит, вам не по пути будет дальше. Потому что, как правило, некоторые пороки, они оперируются несколько раз. То есть не один раз вы можете встретиться с хирургом. Иногда надо раз пять встретиться с хирургом. Если у вас уже возникла настороженность, то очень трудно будет формировать как врачу с вами контакт, так и вам с ним. Поэтому все-таки стоит обращать на такое внимание, на такой психологический момент. Но после того, как уже прооперировались, надо будет обращаться к кистевым терапевтам, которые будут составлять определенные программы лечения, реабилитации. Это не всегда сложная реабилитация. Пожалуйста, не думайте, что ой, какой большой путь, все так сложно. Иногда на самом деле все просто, если знать вот эти вот ключевые ходы. Сюда, 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 и вы вышли на ровную хорошую линию. Если же не знать этих моментов, то, конечно, можно стереть коленки и стопы, пока ищем того нужного специалиста. Вот, наверное, как-то так мне хотелось бы такие вещи вам рассказать. Давайте, может, мы ответим на вопросы какие-то определенные, которые у нас есть. Какой прогноз и возможны осложнения при различных врожденных пороках в развитии верхней конечности? Каким могут быть осложнения? Очень такой интересный вопрос, потому что прогноз не могу сказать. Все зависит от порока. В одном пороке быстро делаются операции и говорят, все, вам удачи. Просто наблюдаем. Когда мы говорим, допустим, про лучевую недостаточность, которую вы видели, где измененная ручка такая была, там все-таки многоходовочка, которая делается из нескольких этапов операции и наблюдается ребенок довольно-таки длительный период времени. Даже можно сказать до 12 лет, примерно до 12-14, когда заканчивается рост у ребенка, для того, чтобы посмотреть, как верхняя конечность стабилизировалась, не надо ли дополнительно делать ортезы и так далее. А по поводу осложнений, стоит сказать вот что. Если мы будем сравнивать детей и взрослых, то удивительно, но говорят, вот дети прощают все. Дети могут что-то простить, но как ни странно, именно у детей вылезают именно поздние осложнения, которые могут быть. Например, то, что я вам говорила ранее, когда ниточку вот эту вот убрали, условную, и только со временем ребенок, ну вы поняли, в чем причина, потому что вот что-то болит, 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 и никак не прикоснуться, потому что тут током аж бьет у этого ребенка из-за того, что был поврежден аномальный нерв. То есть, как правило, дети не ранними осложнениями славятся, а поздними. Можно ли их избежать, конечно, если тактика лечения будет просто верна, если будет четкое понимание, куда и что делать. Маршрутизация по-другому. Какие реабилитационные мероприятия необходимы после хирургической коррекции? После хирургии в основном кистевой хирург направляет к кистевому терапевту. кистевой терапевт в данной ситуации смотрит на руки ребенка, если нужно изготавливать специальные дополнительные ортезы. Ортеза это специальное приспособление, которое делается индивидуально для ребенка, для того, чтобы предотвратить различные деформации, которые могут быть. Составляет комплекс упражнений, которые делает либо ребенок, если он старше, либо мама сначала за него делает, то есть пассивные действия. И, конечно же, занимается с детьми в основном через игру, то есть придумывает специальные игры, конкретно данные патологии, для того, чтобы решить проблему. И, соответственно, они потом с кистевым хирургом, кистевой терапевт и кистевой хирург общаются. Как правило, через полгода смотрит кистевой хирург ребенка, и кистевой терапевт уже понимает, все, у нас закончено лечение, или же дальше дополнительно создает какие-нибудь методики. Спасибо. Следующий вопрос. Вот как эти врожденные пороки, они вообще влияют в дальнейшем на детей, на их социальную жизнь? У нас был такой лагерь, я надеюсь, что мы дальше будем работать в этом направлении, назывался Страна Сенсория. Если кто-то из слушателей есть, или читал о нем, мне бы хотелось, чтобы вы что-то сказали про него, потому что это был удивительный лагерь, где мы занимались детьми с пороками развития, и там было несколько деток, уже которые выросли, и более того, у нас была тренер по общей физической подготовке, которая уже была 20-23 года, по-моему, на том этапе, и у нее была врожденная лучевая недостаточность. То есть, представьте, она тренер, преподаватель танцев, у нее есть врожденная лучевая недостаточность, знаете, самое забавное, что дети это вообще не видят, они увидели спустя какое-то время, что у нее тоже есть особенность. Страдают ли эти дети? Многие говорят, что все равно психологически в какой-то период времени сложно. Сложно, потому что, естественно, если внешняя рука отличается, дети очень разные, родители разные, и если кто-то спокойно будет реагировать на какую-то измененную конечность, кто-то будет, естественно, показывать на ребенка, и говорить о том, что это у тебя такое. Поэтому одни из рекомендаций, которые давали клинические психологи, это, во-первых, чтобы такие дети общались с определенными группами детей, у которых также пороки, потому что они делятся основными своими проблемами и какими-то историями, которые у них есть, но все равно они начинают дружить, как правило, и поддерживать друг друга. Второй момент, что психологически тоже нужно готовить ребенка к тому, что да, есть изюминка, такая твоя особенная изюминка, она у тебя есть, поэтому вопросы будут задавать, будут спрашивать, что и как, и почему. У кого-то период, особенно подростковый, проходит спокойно, у кого-то менее спокойно. Тут нельзя, знаете, предостеречь прям по всем фронтам наших деток, чисто из-за того, что мы живем все-таки в обществе, где абсолютно разные люди. Мы просто должны быть готовы к тому, что ребенок должен уметь ответить на данный вопрос. Что особенного с рукой, стараться ее не стесняться, а не стесняться он ее будет только тогда, когда родители также будут принимать его особенность, говорить о ней, говорить с ним об этом и дополнительно водить его по каким-либо кружкам, когда также будет к этому готов. Сказать, что это прям сильно мешает жить? Нет. Эти дети умеют завязывать шнурки, умеют готовить пищу, рисуют, играют на инструментах, то есть все то же самое. Просто есть определенная особенность, как они делают это руками. У меня была девочка, которая пять, по-моему, лет, она хотела заниматься маникюром. Понятно, пять лет рано о чем-то говорить, но тем не менее, если вы бы увидели ее рисунки на слайдах, это специальные такие искусственные оля ногти, она классно рисовала на них. Для своих пяти лет это было прекрасно. И в целом, если мы просто будем развивать ребенка как обычного ребенка, говоря, что да, у тебя есть изюминка, и тебе надо будет где-то больше усилий, где-то нужно будет по-другому как-то это выполнять, нестандартно, то в целом эти дети хорошо адаптируются. Это факт. У одного актера, он индийский актер, его зовут Хритик Рошин, и у него как раз была полидоктилея, шесть пальцев. И он вот эту вот особенность использовал в фильмах как инопланетяйн. Он был в фильме, то есть как будто он пришел, ну как супергерой, да, приехал на Землю спасать людей, помогать людям. У него было шесть пальцев. И вообще вот говоря, да, об этой патологии, я также периодически встречаю где-то на просторах интернета, как люди с такими патологиями, вообще даже без рук бывают люди, как они адаптируются к жизни, и ты удивляешься порой, что люди с руками, ногами целыми, да, не могут там что-то сделать в своей жизни и жалуются все время, а вот такие люди, они больше ценят свою жизнь. Однозначно. Я приведу два примера. Один раз ко мне пришел на прием, ну, пришла семья с ребенком, которому сделали полицизацию, и все равно в ходе разговора общаешься у кого-то без родителей, там был порог, не было порога, и вдруг я сама не сразу заметила, отец положил руку вот так на стол, а у него семь пальцев, и семь все классно функционируют. Он такой, я не знал когда-то, что были определенные операции, ну, мне оставили семь пальцев, слушайте, это тоже такой интересный плюс. Все семь, они классно работают. Просто это необычно видеть, особенно когда-то первый раз. Это был конец дня, я еще думаю, у меня немножко, наверное, двоится в глазах, но на самом деле нет. То есть, но для своих детей он выбрал ход операции, то есть у них также было поле тела. Он решил, что лучше все-таки прооперировать, чтобы не было, ну, именно таких вопросов, которые были у него. По поводу того, что люди с особенностями имеют стержень, это однозначно да. Опять-таки, когда мы были в сенсоре, я пошла после занятий в спортзал, а там дополнительно тренировалась паралимфийская сборная. Я выполнила упражнение, легла на коврик, думаю, все, я больше не могу. Я повернула голову и вижу мужчину, который без одной руки. У него навряд ли это врожденный порог, скорее особенность, потому что ампутация по плечу, но он отжимался на одной руке. И я вам могу сказать, что он отжался, я тогда не поленилась посчитать 150 раз. Я просто лежала, смотрела и думала, боже мой, мне еще грех на что-то ныть, что-то там говорить, что я устала, потому что человек в прекрасной физической форме просто выполнял действия. Это вообще, я считаю, шикарно. У них многому можно получиться. Он все согласен. Так, у нас есть вопрос от наших участников. Как избежать врожденных порогов развития верхних конечностей и можно ли принимать витамины или препараты на ранних сроках беременности? Смотрите, избежать, ну, как я уже сказала, это только если вы будете знать, с кем вы встречаетесь и какой у вас муж и знаете ли вы его древо. Ну, потому что, если можно просто поспрашивать или посмотреть на его руки, посмотреть на руки его семьи, может, у них есть какие-то особенности, но это факт. Допустим, так называемая брахидоктилея тип D, это когда такая толстая фаланга пальца, первого пальца, это прям видно. Ну, корочные, такой толстенькие. То есть, есть ли вообще у них какие-то аномалии? Ну, то есть, это если мы говорим про наследуемые пороки, потому что, ну, помните, их всего два. Только так, наверное, это можно выявить. Если мы говорим про спонтанные мутации, это, естественно, в период закладки органов и систем не принимать дополнительных препаратов. Именно, нестероидные противовоспалительные препараты, это доказано уже, что они будут давать определенные действия на плод. Я не говорю про витамины, потому что витамины из серии фолиевой кислоты, это надо принимать во время беременности. Это необходимо для сохранения плода. Это, наоборот, большой плюс. Но, опять же, я не буду говорить про горы витамин, потому что, знаете, тут есть, я бы условно разделила так, либо люди половина, там, кучу препаратов любят принять. Витаминка от этого, витаминка от этого, от этого, от этого, а кто-то говорит, я вообще ничего не буду принимать. Вот нам надо найти золотую середину. Все-таки золотым стандартным точно будет являться фолиевая кислота по рекомендациям акушера-гинеколога витамин D на определенных сроках и, если необходимо, дополнительно витамины. Но, как правило, их назначать чуть-чуть позже. Что вы должны точно запомнить, что в ранние сроки нежелательно применять нестероидные противовоспалительные средства. средства просто от головной боли, всякие анализирующие средства не надо. Это может давать определенные риски. Если мы, опять же, говорим про особенности реабилитации, то, как правило, реабилитация редко занимает один визит. То есть, таких детей можно вести годами и очень здорово видеть их изменения, потому что, когда к тебе приходит малыш в 5-6 месяцев, потом ты его видишь в год, потом ты в полтора года его видишь, потом в три, и вот за это время ты, когда видишь такие изменения, как формируется сам ребенок, как изменяется его семья, я думаю, что это самое, ну, дорогое для врача, потому что это откладывает большой такой теплый, как правило, отпечаток все-таки. Редко, когда бывает грустно, все равно общение и вот их изменения, они, как правило, всегда положительные, всегда идут вверх. Историю вверх мы всегда видим. Просто помните, что среди нас есть люди разные, с изюминками, с особенностями, со своими индивидуальными качествами, и реагируйте на это достойно. Я думаю, что мы тогда на этом будем заканчивать. Можете поделиться этим роликом, со своими друзьями, знакомыми. Кто вообще не знает, что это такое, что есть такие врожденные пороки, я думаю, будет в любом случае полезно. Потому что, когда человек заранее знает, что такое может быть, я думаю, он будет лучше подготовлен, если вдруг, не дай бог, он встретится с этой патологией. Однозначно. А вам спасибо, Виктория Сергеевна. Махира Милович, спасибо. Я очень рада за приглашение. Мне было очень приятно познакомиться. И я считаю, что это очень классный формат социальных проектов, который надо двигать вперед. И это действительно делает большое дело. Однозначно. Супер. Спасибо огромное. До новых встреч. Вам спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok